я продолжаю тему энергетика родного места родной дом и сегодня мы поговорим об энергетических особенностях местности местности на которой вы проживаете на которой стоит дом это очень и очень важная тема от которой напрямую зависит ваше здоровье и благосостояние существуют геопатогенные зоны проживание в которых вызывает то или иное заболевание зависимости от качества энергии проявляемые в той или иной зоне их делят на две большие группы природные и техногенные природные геопатогенные зоны геобиологическая сеть водные жилы пустоты выделение различных газов а многие многие другие особенности которых мы в конце поговорим техногенные геопатогенные зоны линии электропередач высокого напряжения подземные коллекторы метро радио и телестанции особенности строения и так далее и даже ты я вот не знаю как в природные или техногенные зоны отнести кладбище которые ранее здесь были простояли много времени потом они их забыли срыли построили жилые дома и живут и так небольшой пример известная в области биоэнерго геологии есть такая наука австрийская исследовательница кат бахлер более чем за 20 лет своей интенсивной работы объездила 14 стран в которых исследовала влияние геопатогенных зон сокращенно гпз не путать с государственным подшипниковым заводом это несколько другого на человека всего она обследовала около 11 тысяч человек в том числе 6 тысяч взрослых 3000 подростков и полторы тысячи младенцев по данным всего только 5 процентов из обследования находившихся геопатогенных зонах были подвержены заболевания патология у людей находящихся длительное время в геопатогенных зонах самое разнообразно от легких психических расстройств до раковых заболеваний инфарктов инсультов рассеянного склероза и тому подобное понятие энергетической особенности местности применимо к вашей комнате также вещам и изделиям как окружающих вас так и носимыми на теле зависимости от того как относительно сторон света расположена ваша комната какой она формы не располагаются особые энергетические сгущения так называемые пучности геобиологической сетки если к примеру через вашу кровать будет проходить отрицательное энергетическое сгущение то это повлияет на ваше здоровье худшую сторону если в вашей комнате много искусственных материалов пол покрыт искусственным покрытием мебель из древесной стружки клеящий материал химическое высшество ткань с большой добавкой искусственных волокон это неблагоприятно для вашего здоровья если имеются предметы из рога кости раковин это минус для вашего здоровья домашние растения и животные в зависимости от вида могут резко отрицательно влиять на здоровье человека картины подделки книги в зависимости от вложенных в них информации и энергии могут как положительно так и отрицательно влиять на самочувствие здоровья человека я вообще вам рекомендую моё вот это стихотворение я мера мироздания напечатать таким красненьким шрифтом на листке бумаги и где-то приклеить так чтобы вы как бы видели будет великолепно действовать на то что будут очищать атмосферу также у нас очищает атмосферу звуки не надо забывать о звуках различные звуки особенно колокольный звон прекрасно рассеют вот эту всю энергию можно конечно еще поговорить и о соседях которые вносят свой вклад в создание болезнетворной атмосферы в доме в котором вы живете или вокруг дома которого вы живете значит белье одежда украшения могут подпитывать подпитывать вас энергетически укреплять организм противостоять вредным внешним влияниям окружающей среды либо наоборот усугублять их вредное разрушающее действие причем это такая так проявляется довольно таки индивидуально для одного человека это как бы действует очень и очень хорошо например как минералы а другого человека например как разного рода гаджеты будут действовать отрицательно совершая писанные ошибки человек ставит себя в такие условия которые неминуемо ведут к возникновению соответствующего заболевания на этом казалось бы мы и закончим но буквально таки вчера я слушал передачу о ванге ванга конечно удивительнейший человек наделенный за счет своей особой энергетики та тайна за 77 печатями не каждый туда проникнет соответствующим не только знанием а умение так вот благодаря тому что она могла напрямую считывать с интернета космоса с интернета земли информацию это не то что наш интернет это гораздо более серьезная вещь она попросила построить дом для нее знаете где вы существует такое понятие как место силы так вот этим местом силы было жерло потухшего вулкана представляете какая энергия шла а вот так вот вот вам и ванга так сказать далее читая гумера одиссею я наткнулся на удивительное описание спальни одиссея оказывается оказывается смотрите его кровать ложе брачная стояла на месте срубленного дуба то есть дуб растения который своей энергией выстроила энергию пространстве облагородила его укрепила дуб то прародитель деревьев как некоторые утверждают его срубили спилили и на его место опачки поставили ложе который энергетически подпитывает пару которая здесь отдыхает и вокруг уже вокруг этого ложа уже был построен дом одиссея вот вам и знание мы же с вами увы живем там где нам квартиру дадут дом там дадут и прочее 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 и вот в ряде случаев которые здесь перечислил возникает есть такое понятие как раковые дома как домов которых обилие больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и даже вот сегодня буквально я говорил со своей знакомой хорошей мы жили в каменской шахтинской я продолжаю жить и она продолжает жить в одном и том же дворе который состоял значит из больших домов и вот их построили то и построили и что такое так вот в доме в котором она жила его называли березкой значит этот дом по моему пятиэтажный буквой г он стоял сейчас там сбербанк отделение сбербанка он начал проседать буквально таки через год через два после того как его построили он начал проседать там оказывается были обнаружены вернее имелись какие-то пустоты какой-то вот именно там водные жилы или еще что-то там такое или даже знаете говоря что там даже коллектор кому коллектор канализации проходил которую еще построили там царские времена и благополучно забыли они во время советского забыли и стали чё делать стали значит вставлять 4 я помню таких на этим штыряки вот такой толщины а отверстие всего лишь навсего вот такое вот и под давлением закачивать жидкое стекло вот они его качали качали качали-качали и сегодня мне муж этой женщины валентин говорит так вот они его качали качали-качали попали в этот коллектор или как там она вы давилась как-то напромылась что все это Жидкое стекло утекло там по коллектору далеко-далеко. А он как опускался, так и опускался. И более того, как раз моя знакомая сказала, она жила в этом доме. Говорит, там умерло очень много людей. Очень много людей. От онкологии, от заболеваний сердца. Особенно мужчины мерли так хорошо. Кстати, там был мой хороший знакомый в этом же доме. Умер. Поставили на вот это вот гиблое место. И оно высосало людей. И думаю, да вот хорошо бы квартирку, вот хорошо бы жить. А эта квартирка, видите, как людей высасывает. Поэтому, строя дом или же где-то, покупая квартиру, переезжая, поинтересуйтесь, что это за место ранее было. Там 100 лет назад, 200 лет назад. Поинтересуйтесь, чтобы у вас было все хорошо. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать. А для того, чтобы вам помогать.